Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я Лапкин Игнатий Тихонович, православный проповедник, миссионер. Нынче вот 50 лет исполнилось, как я иду этим путем. И как считаю не только я, что прошел бескомпромиссно. Не уступая никому, нигде и никак в отношении того, что касается Слова Божия и любви ко Христу. Коротко сказать так, меня арестовывали неоднократно, я освободился последний раз только в 87 году по указу Президению Верховного СССР. Ничего не было в обвинениях, кроме того, что я делал. То есть меня судили за дело. А за дело это то, с чем я туда и пошел. Со мной пошла главная виновница. Это был такой святой Серапион. Он хорошо понял Слово Божие и последнее, что было, у него отдал. И один его встретил, он сидит раздетый, трясется от холта. Он говорит, кто тебя раздел? Он показал Евангелие и говорит, вот эта книга меня раздела. Вот меня посадила вот эта книга. Вызвала сегодня вот на этот комментарий. Я выхожу только по просьбе, и притом ни одного человека. Потому что кто я такой, чтобы какие-то учения давать? Я строго придерживаюсь Библии. И мои беседы называются серия бесед-комментарий. Название их. Во свете Библии открытым оком. Вот в прошлый раз я тут ответил. Около 30 получилось бесед на Невзорова Александра Глебовича. Там на Задорного. А сейчас попросили меня ответить на священника отца Игоря Тарасова. Я лично ни с кем из них не знаком. Вот тут он говорит о глобализации. Я прослушал это сегодня, 12 марта 2013 года. Мы всегда встаем в 4.40. Всегда. Праздник, не праздник, одинаково. И сразу близлежащие наши собираются в доме, в квартире у меня. И мы утреннее правило совершаем. Читаем псалтырь, читаем утреннее правило. Обязательно 100 поклонов. Изо всех засорей за начальствующих. Ну а в это время, когда уже помолились, сразу начинаем читать Евангелие. По столкованиям блаженного феофилакта. Мы всегда читаем столкование. И в это время я включаю уже компьютер. И смотрю, мне вопрос этот задают. Я не успел посмотреть про отца Игоря ничего. Но сказал всем, сегодня не расходитесь. Постойте, посидите здесь. Прямо от дверей вернул людей. И говорю, прослушаем, что тут говорит батюшка. Потому что я люблю делать все коллегиально. Советуюсь. Советуюсь многократно, многократно. Меня даже за это некоторые долбят. Ну что ты сам не знаешь? Не знаю. В первую очередь я не знаю, надо ли это говорить или промолчать. А что говорить? У меня вариантов несколько. Потому что святые отцы толкуют по-разному кое-что. Хотя это не противоречит священному писанию. Я вот попутно кое-какие вопросы подгребаю здесь. Как нужно советоваться? Я начальник детского лагеря 40 лет. И просят характеристику на детей. Мы даем характеристику, какой этот ребенок. А он у нас уже, допустим, лет 5-6. Всегда с прогнозированием его будущего. И пока ни одной ошибки не было. То, что мы писали, какой он будет, какой он будет семьянин, как у него будет жизнь. Потому что мы постоянно об этом молимся, просим благословения и советуемся. А тогда просят у меня и взрослые, родители, которые значат члены нашей общины. Я, как правило, обращаюсь, кто близко знает этого человека, кто живет с ним. Даю им просьбу, что напишите ему характеристику. И таких человек 7. И тогда вместе я все беру и свой опыт общения с этим ребенком и общий тогда вывожу. И тогда выношу на обсуждение. Согласны? Согласны. Правильно написано? Правильно. Тогда уже ребенку отдаю. А не так, что я какой-то оракул или что-то. Мне этого ничего не дано. Я ни одного пророчества не говорил, никакого голоса. Я ничего никогда не слышал. Мне откровений никаких не было. Мне дано одно откровение, знание того, что я ничего не знаю. Я с этого с нуля начал в 23 года. Для меня послужило главным это Евангелие от Иоанна 5.39. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, о Христе. А потом Бог дал мне возможность узнать правила канона семи вселенских и девяти поместных соборов. И вот 6-й вселенский собор в 19 правиле запрещает толковать священное Писание вопреки тому, как принято церковью. Все. Все мои вожделения, хотя они были отрезаны. И когда я вижу, что сегодня люди, священники, начинают говорить что-то, совершенно не сверяют с Библией. На что они надеются? Не многие делаете с учителями. Я не учитель. Я всего лишь передаю то, что запомнил, прочитал. У меня открыта книга. Я возвращаюсь к этой теме, про глобализацию, вот эти новые паспорта с Нового года. И когда я прослушал до конца, вот, я посмотрел Игорь Тарасов. Я с ним еще не беседовал, заводшин так. Я сразу сказал, его, священноначальный, патриархия слопает, без остатку. Они запретят его служение, как книжевских батюшек. И сейчас уже идти, чтобы записать вот это, кратко. Я решил еще раз посмотреть, там Игоря Тарасовых много, там артисты разные. Наконец нашел священника. Он был запрещен, оказывается, и за тему глобализации, может, именно за этот ролик. Видите как? А потом какая-то сестра сказала, что запрещение с него сняли. И вот теперь, я начинаю, когда разговариваю с человеком, ну, хочу я, не хочу, я живой человек. Страстный и увлекающийся. Я посмотрел, как он выглядит, кто ему задает вопросы, и скажу, нельзя. За мной этого не числилось никогда, никому никогда не льстил. А он мне очень понравился. Во-первых, нетронутая борода, не толстый, не жирный, не пузатый. А то некоторые тут перед людьми выходят, так вальяжно развалятся, разлепешатся по креслам, по своим, там, больше соп над ними. Здесь ничего этого нет. И кто задает вопросы, ну, все мне сходится. Никаких этих масонских галстуков, небритых подбородков. Ну, нормально. Просто я уже думаю, только бы до конца нигде не, ну, не отвильнул в сторону. Вот половину прослушал, сижу, а в душе свет такой радостный. Думаю, кто меня спрашивал о нем, я скажу, согласен совсем, но маленечко бы дополнил только. Потому что Бог его знает, может быть, то, что я говорю, к отцу Игорю это попадет. Тем более, в этом 13-м году мы думаем проехать по всей Европе, Скандинавии, Прибалтике с благовестием. У меня 38 книг, вот, которые я ездил, я в каждую библиотеку дарю. И думаю, может быть, в колонну загляну. Настолько он мне, батюшка, до половины понравился, до половины то, что он говорит. Но дальше пошло такое, что насторожило меня, а потом и опечалился. Но отношение к нему не изменилось. Тот первый настрой я в себе сохранил. Я очень желаю, чтобы он меня благословил, а ему додаст Бог благословение. Я не священник, не могу сказать, чтобы я это был. Только скажу, благослови о Господе. Так это вот первое вступление только. Дальше. Ну, что говорил он правильно, это правильно. Выдержано, как он говорит, ну, просто очень хорошо. Нравится. Но вот где у него ошибка была, надо знать. Это уже высшая математика. Помню, в школе у нас был директор математика. А потом он стал профессором, кажется, уехал в город. И он нам доказывал на основании данных, что дважды два, не четыре, а пять. Он говорит, я могу сделать, что будет семь. Но где ошибка вкрадалась, он говорит, найдите. Я любил очень математику, у меня пятерки все добыли. Ну, пришлось поработать. Найди, где маленькая ошибочка и куда дальше повело. Есть такая книга, она была настольной книгой у Пушкина, «Путешествие пилигрима» от Жона Бульняна. И там говорится, как христианин шел, а потом стемнялась, и он видит, одна дорога более лучше, и он решил по ней идти. Но два сантиметра сделались два метра. А ночью она повернула на 20 километров, развернулась совершенно в обратном направлении. Так важно найти, где в добрых рассуждениях неправильные были. Я вот с этой меркой подхожу ко всем святым отцам. Ко всем святым отцам. Мало того, я подхожу так даже к выступлению апостола Павла. Вот я был бы там, поверил ему или нет? Или вот Христос, когда был, пришел ко мне в гости, я Захей, и он бы сказал, я Бог. Вот у нас была еврейка одна здесь, она говорит, вы приняли его как Мессию, да? А вы поверили бы, что это Бог? Нет, не поверил. Не поверил. Поэтому за что же вы, говорит, нас, евреев, осуждаете мессианских, что мы не верим? Но тогда еще ничего не было, не было церкви. Я тут делаю поправку. Сегодня мы не можем иначе сказать, как Бога истина, от Бога истина. И вот где этот разговор пошел не туда? На 14 главе Апокалипсиса. Я не знаю даже, где правильное ударение делать по-грешески. Они даже не знают, Апокалипсис или Апокалипсис. Я был на корабле, у нас не компас, говорят, а компас. Не канон, там, а канонный. Тут много что. Так что простите, что я, может быть, ударение не там сделаю. Дело в том, что я более пространно буду говорить по Библии много мест Писания. Меня тоже в этом обвиняют иногда. Ну, люди, которые не знают Писания, они начинают. Вот вы приводите места Писания, они к селу, не к городу. Прочти еще раз. Я пишу стихотворения, писал, вернее. У меня вот в книгах моих 3467 стихотворений по 9 четырехстрочных куплетов. И напротив каждой строчки указано место Библии, откуда это взято. Стихотворение 36 раз открыт Библию. Я не знаю ее. Я 36 раз только в одном стихотворении, а их 3600. И 50 лет я провел за Библией. Библия мне настолько дорога, что я не допускаю никаких переводов, кроме синодального 1876 года. И с легкостью докажу, что это один из самых лучших правильных переводов в мире. А у русских вообще меняют переводы тот, кто наизусть ничего не знает. А кто знает, он не допустит ничего менять. Так и в толковании святых отцов. А толкование здесь в том, что являются три зверя. Какие звери? Как? Я много беседовал с разными сектантами. Хорошие просто люди, баптисты. Я им такое место говорю. Скажите, вы откровение 17 глава 11 стих считаете? Считаем. Открываем. И зверь, который был, которого нет, есть восьмой и исчезла семи. И который выйдет и в погибель пойдет. Кто это такой? Не знаю. Я им рассказываю на столе. Ну, допустим, вот смотри. Спички или как-то. Вот семь. Семь. А вот шестой какой? Ну, по порядку. Шестой, пятый может. А где восьмой? Ну, из семи восьмой может быть. Ну, из восьми седьмой может быть. Потому что по порядку. Семь, восемь. А из семи восьмой, как может быть? Еще ни разу за пятьдесят лет я не встретил ни одного, кто бы сказал. Да как тут опечатка? Только опечатка. Этого не может быть. Любой ребенок, любой скажет. Из семи восьмой не может быть. Это повтор на первое возвращать. Нет, не надо возвращать. А почему? Ну, давайте по порядку. Первый какой был? Толковать ничего не надо. Я сейчас буду считать по Писанию. Какие были царства? И перечисляется пять царств. Дальше шестое есть, а седьмое будет. Будет? Будет. Какое? И тогда начинает думать. Это сатана. Он был в первом царе в Новходоносоре. Он в Персомирии были. Он в Александре Македонском. И доходит он до последнего. И он в нем будет. Он восьмой везде в каждом был. Ты не один. Вот я беседу, я не один. Со мной ангел, хранитель. Но здесь и демоны сейчас вмещутся в комнате. Как Макарий шел на богослужение. И сатана идет, куда идет на богослужение. А разве ты бываешь? Он говорит, ни одной литургии без меня нет. Ни одной литургии ни разу не было без сатаны. Он везде. Кому-то надо выйти. Кому-то надо причину найти. Не слушать, усыпить, думать о чем попало. Это его проделки. И вот здесь та же самая история. На 14 главе Откровения. Даже не ожидал. В чем суть? Вот теперь я буду говорить. Я к свету поворачиваюсь, чтобы видно было. Еще и зрение-то ослабленное. Попросили прокомментировать. Потому что есть люди, которые даже на трамваях не ездят. Я встречался тоже с такими. Почему? Он в виде змея идет. Нельзя. У нас тут был один. Ему сказали, оскверненные женщины едут трамвая. Нельзя. Он сразу это принял. Дедушка один. И он стал ходить по трамвайным путям. Далековато, но пораньше выходил. А кто-то додумался, посмеялся и говорит, ну и женщина, если она едет, она едет над этим путем трамвайным. А ты по нему идешь. Какая разница? Несестота она и так попадает. Он тогда не стал ходить по трамвайным путям, а между путем стал ходить. У других я был только на скамейках, табуретки нельзя, электричество нельзя, радио не надо говорить, что нельзя, никаких паспортов нельзя. А как вы на это смотрите, это как бы я от людей говорю вопрос. Я смотрю на это так, что сатана загружает людям чем угодно. А сленок, которого нужно было отвязать, он предназначался не для тары, для пустой посуды из-под пива, а для Христа. А мы наложили на него столько преданий, столько воспоминаний, столько чудес, мироточений. Как Иоанн Аканумцев говорит, с этими иконами замучились. Не дьявол ли смеется над нами. Все мироточение, сведоточение, кровоточение. Все славиков, крошенников их ищут. Ну что угодно ищут, но не Христа. Нужно в священное писание заглянуть. Какие главные наказы для нас? Где антихрист? Что означает начертание? Что печать? Я буду говорить с какой статистикой. В Откровении 13.3. Это я с отступления делал. Первый раз потому что. И видел я, что одна из голов его была смертельно ранена. Но эта смертельно рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. Кто дал власть ему? Дракон. Кто дал власть Сталину Гитлеру? Дракон. Кто с сегодняшним правителем глобализацию делает? Дракон. А зачем он? А почему Бог его не убьет? А затем Иоанн Латауз говорит, чтобы в конце ангела рукоплескали. Дьявол выпросил Иова. Дай мне его. Посмотрим тогда. И он и тогда прославил Бога. Ну, кожа за кожу. Возьми, но жизни не отнимай. И второй раз дьявол подошел. Что? А ни слова уже не сказал. Третий раз он не появился. Он увидел сияющее светом сердце Иова, которое как через стропила, через оголенные ребра, которым плоть соскоблил Златоуст говорит. Оно ослепило, и он закрыл лицо, бежал. Дьявол. Но только Златоуст мог так сказать. Поэтому нам нужно найти сияющее солнце во всем. И это солнце есть Христос. Значит, власть дана зверю. Сатаной. Первый зверь идет. Ну, первый он и первый. А второй зверь, который идет, это притещи, которые приходят. И вот здесь батюшка, отец Игорь, все правильно говорил. И зверь, ну что это, обобщенное понятие, как у адвентистов седьмого дня, папство. Там написано, человек греха. Не человеки, не люди. Человек. Один. И смятые отцы так и понимали. Это конкретная будет личность. Не Бога человека, человека Бог. От седьмого колена блуда. Из колена будет данного. Это будет еврей. Со столицей в Иерусалиме. Ну, не цыган же будет, не русский там сидеть-то. И притом абсолютно все так понимали. Сегодня говорят и боятся слова еврей сказать. Запуганные. Этого не надо бояться. Слово еврей облагораживает нашу голову. Что был избранный человек. Дальше от Авраам придет. От Авраама далее придет Моисей. И далее получим закон. Далее придет Христос. Евреи сами себя боятся. Из паспортов вычеркнули имя. И из-за них нам всем вычеркнули. Ну, сказать это можно, нет-то. Хотя бы раз-то. Чего бояться, я не пойму никак. Но священник, понятно, чего боится. Запуганный. Архиерей его запретит. Вот это тоталитарное правление тогда. Это похрепче советского. И батюшка еще только считал. Я думал, запретит архиерею. Вот я говорил уже об этом. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим. И говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя. И заставляет всю землю живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что огонь не изводит с неба на землю перед людьми. И об, второй звер, сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на щело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Антихрист будет у власти 7 лет. 3,5 года это подготовительно. Так понимает и Преамсирин, и Уполит. У кого хотите, можете это прощать. 3,5 года, 42 месяца, это абсолютная власть на всей земле будет. А вот сейчас подготовка. А это вот эта система. Сейчас-то, батюшка, слово «система». Этого слова нету. Это не библейское слово. Постарайтесь, чтобы в вашем арсенале это слово не появлялось. Это система вещей. Это иеговисты седьмого дня. Система вещей. Небесное правительство. Это их арсенал. Попытайтесь из словаря Библии найти это слово. Где это? Какая система? И написано «Он». Написано «Он». Это личность один. Не «Оно». Я сейчас покажу, где «Оно», а где «Он» должно быть. То есть это будет при тече, точно так же во время Антихриста будет, но придет пораньше подготовить место. Это не система. А вот это ложный посыл на систему, а система теперь вот вводит паспорта какие-то. Интересно, батюшка, чтобы признал, это уже большое дело, признал, что ИНН, которое налоговое там, это пройдет. Вот страховое пройдет везде. А вот теперь вместе соединили это, а вот это уже страшно, это уже... Это все еще на бумаге. Да, надо упереться, надо посмотреть, на что ты способен. Я в прошлый раз говорил, я потерял 17 лет преподавания, полностью ни копейки не получил, чтобы не получить ИНН. Я говорю, на практике, на своей жизни. Я даже разговаривать не стал. Я попытался. Обойдусь обязательно, обойдусь. Я снова пошел в печь и ложить. Я 40 лет печником работал. Обойдемся. Пока без этого знака. А они поставят все равно. Купили машину тут для благовестия. Они поставили там... Ну, это нас не касается. Тут касается тело, в которое заключена душа. И будет поставлен не на левую руку, а на правую. Спор шел не о том, что будет до черта не это. Не пищать. Это большая разница. Очень большая. Пищать это окончание запечатывания. А начертание, начертание, которое будет видно для всех. А печать не видно. Мы даже не знаем, когда и кто ее ставил. Она стоит у верующих и у неверующих. Запечатлен печатью Дара Духа Святого. Верующий. Что такое Царство Божие? Немножко пораньше надо начать. Евангелие от Луки 17, 20, 21, 33. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им. Не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажет, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. И Царство Антихриста внутрь есть. Вот спорили только об одном. Пищать она будет видимая или невидимая. Сегодня можем мы сказать, что за ее видимой-то нет смысла делать-то. Какой-то там ведут щип или что-то на чело и на правую руку. И Фрем Сирин не знал, как объяснить. Он сказал, что это для того, чтобы не могли совершить крестное знамение. А для чего? Ну, семья баптистская. Они нормальные, хорошие баптисты. Но стали беседовать с ними. У меня брат говорит. Скажите, а вот вы считали про это, что начертание будет на правую руку? А почему на правую руку? Не знает. А почему на чело? Не знает. Он говорит, что Ефрем Сирин сказал. Вы не можете совершить крестное знамение. Сектанты, еретики. Вы что угодно под это подгоняете. Да как? Я же была православная, я крестился. А теперь перекрестись. Перекрещусь. И она сидит. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Он говорит, Мария Ивлампевна, вы верующая, вы православная, на вас печати нету. Все. Заметьте, какая короткая была проповедь. И она больше никогда не пошла к баптистам. Пришла в храм, покаялась, причастилась. И она в Боге почила. Ну, дождь пришла и... То есть, от секты полностью вся семья вышла. Одним предложением. Значит, нам не надо ни налево, ни направо вилять. Эти вилюжины какие-то делать. Значит, царствие Божие не придет приметным образом. И то, что сейчас в мире делается, это не сегодня. Когда изобретали поезда, часы, это все к этому содействовало. Но сейчас очень бурными темпами показывает приближение Антихриста. Я, с другой стороны, хочу зайти не как апология от Антихриста, а понять. Для чего они делают? Комитет 300, там масонские протоколы. А давайте все-таки согласимся, что есть люди, ну, не нашего масштаба, и которые глобально мыслят. На земле, всюду, везде преступность. Колдует, убивает, насилует. Ну, можно ли от этого избавиться? И люди богаты, и бедным там делать нечего. А они решают не избавиться. Никак. Ну, даже 7500 лет, это не такой большой срок. И только увеличивается зло. Ну, а давайте подумаем, как это сделать. Я говорю, ну, как сделаешь? Он пошел убивать, мы не знаем. А если бы мы знали, за ним следили. Да разве, ну, следишь за всеми? Стали думать, как сделать, чтобы следить. Если новый паспорт, по нему нельзя следить. Вот и доказательство, что это не то. А вот когда будет чип, когда у них там на мониторе будет все до одного движения. Ты в туалет пошел к холодильнику. Даже что думал, хотели, но пока это не дано. Не дано, и никогда это не будет дано. Я не был там, не был. Пожалуйста, смотри, вот твой путь. Вот ты там был, вот ты встретился, вот остановился, вот ударил. Все будет там зафиксировано. Без чипа нельзя обойтись. Вот это не надо давать. И не потому, что это антихриста, а потому, что контрольный над тобой будет везде висеть. Глаз. Ну, а что от этого глаза? А его принимать будут под определенным условием. Вот что главное. И чипа-то никакой беды в нем бы не было. Вот мы сейчас едем, защипировали собаку. А через нее все слышно, что мы в кабине говорим. Вы не знаете, что слышно. Недавно у нас такой брат один был, он с сотрудником КГБ стоял. И тот говорит, что мы разговариваем с вами. Вот телефона нету. Вот вы разговариваете сейчас, я отойду. А я выйду сейчас, зайду в здание КГБ, я сотрудник, там я скажу, о чем вы разговариваете. Да не может быть. Вышел, все рассказывает. А как вы могли? У нас же телефоны выключены. Это не имеет никакого значения. То есть техника шагнула намного дальше, чем нам кажется. А вот когда защипирован будет, тут уже все будут знать. Но чип будет ставиться, может быть, даже ни одного варианта. Один для снижения. Это я так думаю. Ни на чем пока не основан. Просто так думаю, как собака. Чтобы знать, что ты делаешь. А второе, когда будет антихрист ставить. То щипизация может еще поэтапно идти. А одна для того, чтобы следить, удобное было, деньги не воровали. А благодаря этому, это не начертание зверя. Начертание обязательно внутрь проходит. И все святые отцы тут согласны. Через отречение. А начали это начертание зверя внутренне. Что я знаю, что это настоящий Бог сел в храме с Соломоном. Выдает себя за Бога. Огонь сводит с ним. Это Бог. Христос не Бог. Вот что это означает. Никакая здесь система, что сегодня глобализация. А она только ступеньки подводящие к восторению антихриста. Паспорт. Я не знаю, на каком основании отец Игорь это говорит. Во-первых, это ему как православному священнику грозит полным запрещением. В священном начале все получает паспорта. Не надо патриарха. Об этом говорит профессор Осипов. Ну, я уж не говорю. Каких только знаю. Андрей Кураев. Более известные такие. А говорят афонские. Да на афонские смотреть-то что? Они без мощей шагу не сделают торгаши. Всю жизнь. На них опираться не надо. Они жизни не знают. Забились там на острове. Просидели века. В этой жизни надо видеть. А вот теперь ты подумаешь, что тебе... Ну, не зарегистрировались мы. Просто не зарегистрировали бы общину. Я не мог бы преподавать в университетах. А общину зарегистрирована наша была. Крестовозвиженская община русской православной церкви за границей в городе Барнауле. Зарегистрировали. Мне везде вход открытый. За мной приезжает я во всех отделах милиции, городском, краевом УВД, в десятках школ веду занятия, в прокуратуре, в судах. Ну, нет места, где бы я не проповедовал. Детский лагерь оказывает помощь. Но это не печать. Они видят, проверяют, приходят сюда. Из отдела юстиста и полковник пришел, следователь. У нас вот в этом, это трапезная наша. Ничего нигде нет. И правильно, что они смотрят. Потому что те рахты... В Барнауле очень благоприятная обстановка, такая межконфессиональная, как говорят. Супер толерантная. Я не люблю это слово. Ну, это их выражение, говорю. Так что, когда будет время принятия начертания, в сознание народа должно полностью войти, что он есть Бог, который установит всемирный порядок. Вот понимаете, о христианах будет сказано, не просто так. Он не принял начертания, и потом бейте его. Не так. Все люди должны будут понять, что те, кто не принимает вот это начертание, это враги общества. Ну, смотрите, он не принимает. Скажите, вот мы за вами, за всеми следим, а они, а они вне поля. И говорят, мы вне подозрения. Что они, жена Кесаря вне подозрения? Это не из-за кого-то мы приезжаем, сейчас всех обыски делаем, ищем, кто это сделал. Это только из-за них. Если бы все были щипированы, мы бы никому не заехали. У нас на мониторе все. Вот как будет сделано. И в любом вопросе будет так. И будут показывать. Прошлое столетие, это у нас не было такого слежения. И что было? На улицу не выйди. Что делать в Чечне? Что делать в Косово? Они все это представят. Вам нужны такие правители? Всех захочетать, не надо. Будем есть картопельную шалупайку с побойки. Но чтобы войны только не было. Войны не будет. Отныне никто не скажет война, если я говорю мир. Вспомните три слова об Антихрисе Владимира Сергеевича Соловьева. Исполнилось ожидаемое тысячелетие в народе. Мир народам. А когда скажут мир и безопасность, тогда и придет пагуба. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Священникам сегодня нужно приучать людей любить Бога, любить Слово Божие. Потому что православные люди практически все под анафемой. Нестенька разен. А кто не любит Господа? Маранафа, анафема. Кто не любит-то? Нельзя любить то, что ты не знаешь. Библия, вот эта книга, Библия, она переведена была русскими. Четыре духовные академии переводили. Вот считаем Псалтырь на русском языке. Евангелие от Матфея кто? Герасим Петрович Павский. И кто? Переводил Ветхий Завет большую часть. И показывает Макарий Алтайский, ныне канонизированный. Филарет, ныне канонизированный, Дроздов. Люди святые переводили. Четыре духовные академии. Как это можно отрицать? И вот здесь как раз мы должны найти ответ. Полюбить Господа надо знать Священное Писание. Его перевели, сказали, это божественно, Синод одобрил. А в народ не вели. Сектанты подхватили и перекупили. Плотя в несколько раз больше. И теперь у сектантов она есть, а у нас нет. То есть ее почти нет. То есть она есть, но ее не любят. Люди приходят, Матрону покупают там, Сиверса находят. Что-нибудь найдут. Но Библия стоит. Поинтересуйтесь, сколько Библии продается. И сколько другой литературы. Ладан, Свечки, что угодно. Но не Библия. Библию не любят. Значит, под анафему. Почему? Галатам. Первое гласение. Восьмой, девятый стих. Будет говорить не то, а анафема. Не то, что мы проповедовали. Даже ангелы с неба. Анафема. Анафема православным. Они говорят совершенно не то, что написано. Если Священная Началья сказала, что это еще не печать, антихристу. Да пошли вы тогда с патриархом вместе. То есть до того момента, только где касается по Библии. Священная Началья Православной Церкви Московского Патриархата верно сказала. Я к ним не принадлежу сегодня. Мы через митрополита Илариона. Мы с теми находимся, кто признал акт канонического общения. Наш батюшка с ними вместе служит здесь в соборе. Они к нам приезжают, служат. Нас ничто не разделяет. Но мы напрямую на патриархию не идем. Почему? Потому что они нас уничтожат сразу. Мы их знаем. Они лгут непрерывно. Но в данном случае они правы. Надо разделять, где правильно и неправильно. Прислушаться к тому, что Осипов говорит Алексей Ильич. Так слово начертания. В Библии, я говорю, когда Библия, значит, с неканоническими книгами вместе. 77. Включается 20 раз. А слово печать, как закрытие, 80 раз. 4 раза больше. Пока это ничего не говорит, я просто данные даю, чтобы знали. В откровении слово печать запечатано, запечатлено 21 раз. А начертание 8 раз. И в смысле только начертание от Антихриста. Вот уже есть о чем подумать. Начертание, на которое ссылается, вот 8 раз в откровении. И только речь идет о погибельном начертании. Как оно будет выглядеть, что будет означать. Определенно можем сказать, это означает полное отречение от Христа. Отречение от искупительной голговской жертвы. От крови, что он есть Бог. Вот что означает печать. А она будет видима или невидима, и сегодня решать не надо, заблуждаться. Меня спрашивают, а вы уверены? Я говорю, абсолютно уверен. А почему? Я ссылаюсь сразу на слово Божие. Там не указано, видимо. Второе. Как истолковались святые отцы? Святые отцы? Я гляжу, батюшка ссылается на Игнатия Бридичинина. Игнатий Бридичинин практически ничего не сказал, кроме того, что жития переписывал. Я считаю, у него даже духовного рождения не было. Интересно, когда его биографию пишут, то он один, который поистине желал, и стал ходить в храм, немедленно должили начальству. Сыск как работал-то. Его сразу научил. Почему? А он ходит в храм. И когда он монахов был, его монахи там притесняли так, они с товарищем двое были, что они топором чистили картошку, даже ножа не давали. Это состояние Руси. Святая Русь. Она не была не только несвятой, она никакой не была. И поэтому постигла эта кара. Все, антиихрист, антиихрист. Христа надо знать. Жить в Духе Святом. А его как узнать можно? Дух Святой откроет живущим праведно. Ответ один, говорит Ефрем Сирин. Живущий праведно определяет антихриста. А этих людей, которые сегодня вот крутятся где-то рядом, их не научишь. И даже они вот это прослушают, они сразу, а ты вы знаете кто это? И лети к баптистам. Они что угодно скажут. Я говорю, мне нравится строгость мусульман. Так ты мусульманин. Они ничего не восприемлют. Им мозги батюшки отшибли. И здесь надо уже к Невзорову прислушаться. Без мирской-то власти не туда бы приехали. А вот все лепятся к мирской власти. А власть-то вся пропитана этим. Духом антихриста. Откровение 22.10. И сказал мне. Не запечатывай слов пророчества книги сей. Ибо близко время. То есть ее нужно знать. Но, когда круг чтений в храме указан годовой, Откровение ни разу не указано. А почему? Да потому что проходит собор, на котором принято канон книг новых заветов. Книги Откровения там нету. Второй раз ее опять нет. Только на третий раз, уже где-то к четвертому веку ближе, ее приняли сюда. Потому что никто не знал. Божественно, не божественно. Это столько тумана напущено. Теперь мы знаем. Это книга от Бога. Книга Откровения. И все понимают, апокалипсис сегодня это что-то страшное. Для нас апокалипсис это пришествие Христа. И вот когда я впереди считал, и здесь написано, зверь восьмой из числа семи, из числа семи. И он говорит, был, которого нет. Но потом будет. Никто не может сказать, как это было. А так, что он был в этих, а теперь его нет, когда я написал. А где он? Он связанный. Тут еще одна загвоздка. Сектанты все, абсолютно все, начиная с самых таких престижных, похожих на православных, как баптистов, до единого. Они говорят, что придет когда-то Христос, второй раз, а третий раз это тоже совсем. И он свяжет сатану на тысячу лет, будет тысячелетие царства на земле, ну а дальше они уже не знают, как сойтись на этом. Здесь нужно сказать так, что связан сатана был на Голгофе. Он связан был, и его нет. Он был связан в 34 году Новой Эры, если считать за первый год рождения Христа. Он связан. Откуда вы знаете? 1 Иоанна 3,8. Для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Если он у него разрушил, значит это был не Христос, это обманщик. Ну откройте, Евреям 2,14. И как дети причастны плоти и крови, то и он, Иисус, воспринял оное, дабы смертью своей, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, лишить силы, решил ли нет? А как может обойти и расхитить вещи, если прежде не свяжет? Христос сказал в Евангелии от Матвея. Как? Значит он его связал. А как его связал? А тем, что он вынес приговор несправедливый Христу. Возмездие за грех смерть. А далее 2 законе 19,19. Несправедливый приговор Христу, ибо сила греха закон, а во Христе это не было греха. А сатана ему вынес смертный приговор через первосвященников. И этот смертный приговор пал на него. Это объяснено у святых отцов очень подробно. И когда он говорил, его нет, и он выйдет, а когда он выйдет? Выйдет за 3,5 года. На малое время. Вот в это время он выйдет. Ну там 7 лет может быть, но считается 3,5 года. Он связанный на Голгофе, и его нет. Его нет, считайте еще раз. И вот на этом месте, когда я беседовал, я не знал ни одного, как говорят, от ошибки, сбоя, беседуя с сектантами. Здесь у них начиналась коренная ломка. Вот мы беседуем, допустим, 20 сектантов. Все до одного на этом месте останавливаются, начинают задумываться, и в этот же вечер, говорится, заявление уже, готовы перейти в православие. Если это ложь, значит и в другом месте была ложь. А у нас в капитале проповедуют, ложь проповедуют, как и наши батюшки, относительно щипизации. Чип сегодня играет роль ту, чтобы испытать нас, но это не начертание. И новые паспорта, которые вводятся с 1 января 2013 года, никакой роли не играют в спасение. Вообще никакой. Совершенно никакой. И здесь, в священном начале, в московской патриархии абсолютно правильно отвечает. И если будут другие учить по-другому, они просто ответят, если там какой-то бродит авель. Мутит народ. Далее. Откровение 20 глава 4 стих. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и душа без главных за свидетельство Иисуса, и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на щело свое, на руку свою. А они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Это означает, что незримо начертание идет со времен распятия Иисуса Христа. Тут вот еще какое. Надо понимать духовный смысл, как Иоанн говорит, много антихристов. Да, много. И начертание они свое ставят. Это у Иезекиилия говорится, иди поставь печать. И вот они ставили, на ком нет начертания, всех бейте подряд, невзирая младенец или кто-то. То есть незримая печать от Духа Божия, и незримая печать от Сатаны, она ставится с первого года, после распятия Иисуса Христа. Но окончательно, та, которая говорится, будет только 3,5 года. Там может быть и чип будет, и что угодно. Может действительно какой-то светящийся знак будет. Евангелие от Иоанна, 6,55. Ибо плоть моя, истина есть пища, и кровь моя, истина есть питье. Нельзя ни продать, ни купить. Я отношу это к тому, что тогда даже желающие причаститься, найти Слово Божие, от моря до моря будут ходить, и не найдут. Вот она, пища и питье. Сегодня надо это иметь. Сектанты его не имеют, у них только воспоминания. Они обыкновенно печенье покупают, преломляют. Мы вспоминаем жертву Христа. У православных тоже неправильно. Потому что они прищищаются тело и крови, но понимают, тело и кровь только в чаши. А рассуждения о голгофской жертве не знают. Кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха. Какая кровь? Пролитая на голгофе, на кресте. Сегодня у православных только в чаши, у батюшки. А он играет этим, не по мне, а к лучу. И на них падает, и теперь от архиерея. Не по его, он тебя под запрет берет. Перестаньте играть при счастье. Римлянам 14-17. Ибо царствие Божие не пищи и питье. Что ни продать, ни купить. Не в этом дело. Надо людей научиться, научить, чтобы они умели болеть и умирать за Христа. Их надо с первого дня, как только человек уверовал, он знал, что он будет казним. Вот и все. Как во время Адек Литяна, человек, который становился епископом, он рукой своей подписывал смертный приговор. Священникам смертный приговор. Христианином я стал смертный приговор. Вот так нужно научиться стоять. Как Андрей Кураев называет, алармовое состояние. Спать не придется. Не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот три пункта, которые сегодня нужно поставить на первое место, чтобы нам находиться в царстве Божьем. А не про антихриста говорить. Праведность. Какая? Праведность не от закона, но во Христе Иисусе. Иудеи желали достигнуть праведности и не достигали ее. Праведность только через то, что я принимаю жертву Иисуса Христа. Что лично за меня он умер. Как говорят, лично мой спаситель. Это не баптисты придумали, это Анна Златоуз говорит. Усваивали, что именно за тебя умер. Вот тогда у тебя будет любовь к Богу. не пища и питья, но праведность. Праведность нашей жизни, а одежда святых весом праведности. Откровение говорит. И мир. Какой мир? Ну, мир трех видов бывает. Мир с Богом, мир между нами людьми и мир с самим собою. Бывает, у человека все есть и пули себе в лоб пустят. То есть, неудовлетворенность этой жизнью. Примириться с Богом это быть в радости, что я спасенный, что Бог меня избрал, что Бог мне это доверил. А что доверил? Благовествовать. Православие этого почти не знает. Не сидеть об антихристе рассуждать, а идти по миру. Идти проповедовать людям. Ну, а как это? Вот как в свете Леговы делает. Вот так делать. Познакомьтесь с ними поближе, только не перейдите туда. А то вашей веры этой бабушкиной, батюшкиной не хватит на одну беседу с ними. Праведность и мир и радость во Святом Духе. Радость. Господин Ульянов говорил, наша радость от трудовых успехов. Давайте примем это. Какие успехи? Успехи в молитве, что Бог меня слышит. Успехи в милостыне, что имение раздал. А то такими машинами обзавелись, такими животами, говорит, хоть краном поднимай. Да кто тебе поверит, что ты против вина говоришь серьезно, когда губы красные от вина? Златоуз говорит. Однажды надо с этим расстаться, как этот юноша. Вы его упомянули. Он богатый, отошел, сердце его было там. Да сегодня сердце человека не к этому богатству к алтарю привязано. А меня выгодит архиерей. А я правильно буду крестить троекратным полным погружением, как апостольское, 50-е правило говорит. А меня архиерей запретит. Да ты давно уже у Бога запрещен, беззаконник. Кто будет крестить, не тип погружения, да будет извержен. Ты считал это или нет? Он патриарх, не крещен неправильно. Архиереи почти все неправильно крещены. У России второго крещения надо дождаться сначала. Чтобы они поверили, что для крещения нужно три пункта. Три, которые сегодня поголовно почти везде нарушаются. Первое. Уверовать во Христа, как своего личного спасителя. Сердце свое отдать ему. Войди в меня и живи. Вот моя жизнь к ногам твоим. Второе. Троекратное полное погружение руками священника незапрещенного. Потому что, если это иное, то, говорит, не очищается от грехов, а оскверняется. А дальше, и это должно быть бесплатно, чтобы не было симонии. Сегодня ничего бесплатно нет. Пожертвования бесплатные. Лукавые, лукавые священники попы. Двусмерть лукавая. Без денег к шагу не могут шагнуть. А почему за выбежом? Я спрашивал, сколько у вас священников работает? Ну так, не знаю, ну процентов, наверное, под 80. Священников работает на государственной работе. Вот Александр Миллиант, он писал брошюры, священник в Лос-Анджелесе был, я к нему приезжал, он меня водил, показывал, что печатает. Где он? Сотрудник НАСА. Космической программой занимался. Они все работают. Я знаю, у сектантов многие. Мало людей прокормить не могут. Батюшка держит большое хозяйство. У нас батюшка на колоста вещах держит, сам косит, ухаживает. Я знаю таких людей, которые поборы эти не делают. У верующих должна быть святая десятина. И на этом все закончилось. А остальное, твоя проповедь, подействует, отдадут 9 десятин. На дело Божье. Деяние 1.6.8. Посему они, садясь, спрашивали, уговоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Они не спрашивали, когда Антихрист придет? Какие там чипы, и нэнэнэн, паспорта будут? Царство Израиля. Это надо понимать больше, чем царство Израиля. Небесного Иерусалима. Небесного Израиля. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Не надо высчитывать. Но вы примете силу, когда встает на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями Иерусалима, и во всей Иудее, и Самаре, и даже на крае земли. Вот о чем надо думать. Православные еще не дожили до этого ответа. Обрещайтесь силой Духа, и пойдете. Не бойтесь стоять там в алтарях у престолов. Отслужи. Никаких треб больше не совершите. Заказные молебны. Чем угодно занимайтесь. Загрузили этого осленка требами. Это Христу негде сесть. Идите в мир и проповедуйте. Патриарх Кирилл сказал, состояние церкви-духовные развалины. Повторите про себя. Духовные развалины. А я добавляю, ему показали лучшее, не худшее, где мы проезжали. Вот мы в прошлом году 240 городов и сел проехали. Мы в каждый дом заходили 56 сел, занося Евангелие, даря. 30 тысяч евангелий только их подарили. Сами покупаем от своей мизерной пенсии. У меня минимальная пенсия 5300. Со всеми льготами политзаключенного. Все они единодушно пребывали где? В молитве и молении. С некоторыми женами Марии, Матери Иисуса и с братьями Его. А 20 стих. В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущий в нем, и достоинство его да примет другой. Это о Бреуде говорится. А мне кажется, что это о православных священниках говорится. Вот о чем Дмитрий Смирнов и говорит, что в этих храмах, в этом Москве мусульмане будут. Они ближе ко Христу, чем наши крещеные. Это истина, так он говорит. Здесь будут другие. И достоинство его возьмет другой. Андрей Кураев говорит, если мы это не поняли, что надо выходить на перепутье, как патриарх Кирилл призывает. Через 50 лет будет московский халифат. Это как раз в это входит. Вы вдумайтесь в эти слова. Вот о чем надо заботиться. И на отпавшего избрать нужно другое. То есть на место этих священников, архиереев, которые запятнали себя сотрудничеством с органами КГБ, избрать других, а этих отправить на покой. Вот это будет реформа. А это что, дробят епархии? Правильное дело-то. Новых архиереев ставят. Да таких ставят, которые рта не раскроют. А Диамит раскрыл, тоже потянулся. Звонить нельзя, там телефоны. Совершенно не в ту степь потянул. Столько мог сделать. Патриарха начал анафематствовать. Да кто тебе разрешил это делать? Я за него каждый день молюсь. Но он не прав. Этого делать нельзя. А что нужно было делать Диамиду? А сказать, братья, я это понял, мы не правы. Давайте отслужим службу и пойдем по тундре и следующий, как Иннокентий и Вениаминов, в другом селе будем служить. Вот было бы, или и Ижевские священники. Не воевать. О чем не надо-то? А сказали, братья, мы поняли. Господи, облеги нас силой Духа Святого. Пойдем по Ижевску проповедовать. Сколько на этих мотоциклах везде разбились? Каких только нету. Рокеры там едут, Патриарх благословляет. Идите и ищите Христа. Кому он нужен? Узнайте. Первое, фестертикистам 5.2. Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. То есть, если он придет так внезапно, когда не ожидают. А сегодня его ожидают. И при том, вот у нас было здесь рядом на Валтайке, и говорят, там видели пророка Илью, православная. Беследовали с ним. Пришел он уже. Все. Илья придет тогда, когда будет антихрист. Никому не верьте. Вот здесь, там Христос. Это антихрист, здесь и там. Антихрист тоже явится, как на облаках. Его покажут всему миру. Ефесянам 1.13. В нем, во Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав его, запечатленный, обетованным, святым духом. Вот что делать нужно. Проверить, запечатлен ли обетованным духом. От чего? От проповеди, от благовествования. Вера от слышания, от слышания, от слова Божия. У православных этого вообще не знают. Слышание того, что скажет батюшка, свечки купить, без свечки шагу не могут шагнуть. Да что ты добавишь Богу, когда солнце сияет? Тут хоть триллионы свечек, зажигая, ничего не погасит свет солнечным. У нас свечи есть, но мы не балуемся ими. Купили воску, сестры отлили, и батюшка поставит, сколько надо. И вот ставят просто, копоть одна стоит, не успевают храму мыть. И ни один священник не прекратит торговать. Почему? Подумайте, почему? Трусость и корысть. Корысть и трусость. На каждом шагу. Марка 16,15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Не антихриста проповедовать, а Евангелие. А Евангелие будем считать, мы увидим, антихрист придет. И он будет требовать отречения, принесения вот этой щепотки Ладана, о которой говорил. Там будет другое совсем. Не просто щепотку принести, а Ладан, как вот здесь отец Игорь говорит, Тарасов, а о том, что это отречение. Положи, ты признал его, признание его. Здесь больше будет, может быть, даже надо будет бланк заполнить, что ты его признаешь за Бога. Как-то будет, я не толкую. Я говорю, как-то это будет так, как у мусульман, что назад ходу нет. Ты сейчас шутят сказал, я мусульманство принимаю. Принимаешь при двух свидетелях, все кончено. Или обрезаешься, или голову отрежет. Назад ходу нет тебе. Они строго держат свой закон. А у нас христиан может менять 10 раз, переходить куда угодно, вернуться. От мусульман ходу нет. От антихриста выхода нет. Сотрудник КГБ не бывает вчерашним. Разведчик. Ему выход только в печь. Как Виктор Суворов говорит. 2 Тимофея 3.1 Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменно, злоречивы, родителями, непокорны, неблагодарны, несчастивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздерживы, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшись от таковых, удаляйся. Это в последние дни наступит времена тяжкие. Почему про это не говорят, а ищут печать Антихриста? Да потому что под это, что прочитано, все мы попадаем, православные. А чтобы не попасть под эту характеристику, это надо трудиться. Пройти трехступенчатое перерождение. Первое, отвергнись с себя, свое я, растопчи, как Захария, такой был монах, его спросили как, он с куфельку сорвал, прыгнул на нее и стал топтать. Вот так, растопчи самого себя. Вот и все. Отвергнись с себя, дальше возьми крест. Не глотайте таблетки-то. 70 лет и не могут никак от мяса отстать. 70 лет и все к врачам обращаются. Зачем тебе это нужно? Чтоб тебя отравили там? Не ходи никуда. Трудись для Бога. Соблюдайте посты, которые церковь православная установила. Я православный. Я утверждаю, что посты эти не евангельские, но я православный, я обязан их соблюдать. Все на этом. И ты увидишь, как у тебя свет засияет в душе. Сведите сон до минимума. Расходы на себя до минимума. А остальное на благовестие направьте. Узнайте, где ваши благовестники. Покупайте Евангелие. Бесплатно раздавайте вашим соотечественникам. Таковых удаляйся. Это от нас надо удаляться, от православных. Мы попадаем вот под этот перечень уголовных преступлений. Все. До батюшек, до патриарха. А что тут непримирительны? Да постарай прятаться, но вообще непримирительны. С кем не заговоришь? Никон, Никон, Никон. Уже 360 лет, и как будто вчера он жил только. А эти православные, они никому ничего не прощают. И не умеют просить прощения. Евреи, они никому не прощают ничего. Все репарации надо выплачивать им. Всем надо войти в это. Тем более, прощенное воскресенье сейчас будет. Войдите, это прочитайте. Второе послание Этимопея 3.1. Я не говорю про буддистов. По определенной причине. Вот это нам относится ко всем, к мусульманам, к евреям, ко всем. Мы все здесь уже под этим, в последнее время. Это последнее время мы куем. Мы своим безумным отношением к Библии, к Богу, кирпичики в престол антихриста кладем. Мы его строители. Он сам не пришел бы на такое общество. Говорят, тут перестройка. Каждый год по миллиону умирает. Это правители виноваты. Почему не вымирает адвентисты седьмого дня? Почему баптисты не вымирает перестройку? Потому что они Библию знают, живут по ней и работают. Они никогда не голодают. А православные запились. И в Чечне-то погибают не адвентисты седьмого дня. Везде лезут, все, гребли под себя. Перед революцией это и Польша, и Финляндия, все это было здесь. Я же не знаю, как наглотали, чрево лопается. Не знаю, а что? Молиться, просить прощения. Мы перед ними виновны смертельно. А вот теперь в Ермоновской все нам отрыгается. Вот оно где идет. С себя начни, проскреби себя. Это я к батюшке уже говорю. Всегда учащихся и никогда не могучие дойти до познания истины. Даже вот услышат люди, это тоже научение. Они ничего не примут. А кто он такой? В чем на суши? У нас батюшка есть. Батюшка, батюшка, батюшка это идол. Это покрепче Папы Римского. Что бы ни сказал батюшка, спаси Христос. Да батюшка, что тебе скажет? Вот первое у нас, первое, еще только прошло богослужение в понедельник, ну, в прошлые годы было. Батюшка вышел с проповеди. Вообще диво. Батюшка вышел. Он проповедь скажет. Никогда не говорил. Молчун вдруг заговорил. Потому что он сказал, братья и сестры, у нас тут провезли новые венщики, поминальники, возьмите. Ну, Христос с вами, с миром Божьим. Вот и вся проповедь его. Как у старобрядцев, ты еретик, переходи к нам. Проповедь должна быть о Христе. Я не служу, повторяю, я просто свидетельствую о том, что есть. Мне зачем судить? Я прошел это все. Ксим принадлежат те, которые вкрадутся в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. В чем сегодня обвиняют священников сплошь и рядом. Всегда учащихся и никогда не могучих дойти до познания истины. Как они и Аври противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружатся перед всеми, как и с теми случилось. Всегда, когда считаем это слово Божие, нужно притянуть к себе. Оно живо и действенно. А не ко мне ли это относится? Не я ли эти пиры пиршества устраиваю? А то вот я прочитал недавно там Олег Скобли, может кто знает его. Во время Великого Пасха он разрешает ходить, справляет 8 марта и прочее. А там танцевать будут. Она пришла, прихожанка ногу вывихнула. И это все в эфире стоит. Да тут уже нас надо конскими граблями скоблить, куда мы залезли. Почему не сказать выключите телевизор, вот у нас батюшка говорит, чтобы ни у кого не было, к стенке отверните. Во время Великого Пасха не прикасайтесь. Больше молитесь. Не пропускайте службы в храме. Пока они и есть в храме. Их завтра могут закрыть все. Правители отвернутся от православия, поймут, что смерти сами знать все не надо. Это они просто ничего не имея лучшего ухватили за православие. Говорят, почему они созидали государство, они разрушили государство. И когда я в университетах преподавал, то меня спрашивали, когда я отвечал, если будет суд за распад страны, и прочее, на первой скамейке будут сидеть священники и учителя. Они имели доступ к сердцам народа. Ну и все журналисты, писатели в том же случае. Даниила 2,21. О, изменяет времена элита, не излагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Все надо просить у Бога. Второзаконие 29,29. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Вот для чего открыть, не для того, чтобы паспорта не брать, а закон Божий исполнять. А как исполнять? Люби Бога, люби ближнего. Попробуйте это исполнить. Любить Бога. Если любите меня, Господь говорит, соблюдете заповеди мои. Эти заповеди спрятали. Тысячи лет в России их никто не знал. Библию-то не переводили, не издавали. Профессора Павского чуть-чуть не посадили, который перевод делал. И не просто где-то, а воспитатель царских детей. Ни на что не смотрели. Вот она, русская инквизиция. Вот теперь пожинаем плоды. Священники в этот вот воскресенье даже все выйти в пепли и прахи, с колен не вставать, рыдать и плакать. Это на них лежит все, что такой народ ничего не знает, не учили. Одни крестики только продавали, ставили перед каждым селом поклонный крест. А теперь руби, пили кресты, спасай Россию. Вот она что-то. Пусть и рай-то дали. Лозунг. Его больше слышат, чем ваши призовы. Плати деньги. Эфицианам 1.10. В устроение полноты времен, дабы все небесное, земное соединить под главой Христом. Христос ищет своих, объединяет. Весь мир вы отпечать и не отвернете. Для них пища и питье и неприсчастье вот этот хлеб не продать, не купить. Но прикиньте вы, согласны умереть? Ну а блокады Ленинград был, согласен, не согласен, умирали? А я добуду. Не добудешь. Тебя убьют и тебя съедят. Был каннибализм и не в одном месте. А что делать? Научите умирать достойного Христе. Мы заслужили это. Уже сегодня надо научиться благодарить. Благодарю Тебя, Господи. Я сегодня особенно умоляю Александра Невского вступиться в злоземную русскую погибающую. Чтобы Господь помог нам перенести то, что нам уготовано это горчайшая чаша. Россия ничего впереди не имеет, кроме провала. А изменить это можно только покаянием. Покаяние должно начаться со священства. Они должны народ начать учить. Даниила 2.5.20 Отвечал царь и сказал халдеям Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены и тамы ваши обратятся в развалины. Девятый стих Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел вы собираетесь сказать мне ложь и обман пока минет время. Итак, расскажите мне сон. И тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его. И сказал Даниил Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Двадцать первый стих И он изменяет И он изменяет времена и длита Не излагает царей и поставляет царей Дает мудрость мудрым и разумения разумным Он открывает глубокое и сокровенное Знает, что во мраке и свет обитает с ним Но есть на небесах Бог Двадцать восьмой стих Открывающий тайны Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего И открывающий тайны показал тебе что будет Сорок пятый стих Великий Бог дал знать царю что будет после сего И вере на этот сумм И точное столкование его Вот когда Бог поставит такого Даниила Который будет отвечать Вот в эфире Лезут священники А сами Библию в руки не берут Вот отец Игорь хоть открыл несколько раз показал А дальше стал толковать уже Как ему вздумается Не надо этого делать Претеча Антихриста Это будет человек Личность А не какое-то явление И он говорит Новоходоносор Это ты царь Золотая голода Ты один А далее Далее говорит Другое царство Оно Оно придет Здесь не сказано Соедините эти места Претеча Это человек И имя его мы не знаем Не знаем И святые отцы сказали Чтобы именем его Я образно говорю Не поганить Библию Оно не должно быть занесено на странице Писания Ну и как А вот времена когда исполнятся И тогда увидят Люди скажут Да как это он мог знать Иоанн на пустынном острове Патмосы В первом веке или во втором Как он мог это узнать А вот тогда Это уже узнаем Сегодня не надо гадать Сегодня нужно делать то Что приближает Царство Христа Но перед Царством Христа Царство Антихриста будет И приближая то Мы по неволе Подвигаем Царство Антихриста То есть Праведной жизнью Мы приближаем Царство Антихриста Потому что Приближаем Царство Христа Чем большее число Войдет в рай Ни один лишний не войдет Определенное число Это так все святые понимали У Бога там назначена Цифра до одного человека Откровение 14.9.10 И третий ангел Последовал за ними Говоря громким голосом Кто поклоняется Зверю И образу его И принимает Начертание На щело свое Или на руку свою Тот будет пить Вино ярости Божье вино цельное Приготовлено в чаше гнева Его И будет мучен В огне и сере Перед святыми ангелами И перед Агнцем Здесь терпение святых Соблюдающих Заповеди Божьи И веру в Иисуса И опять же Где, как узнать О соблюдающих Заповеди Божьи Им Бог откроет А как соблюдать Когда Библия скрыта Ну тут Ну очень просто Сегодня же Надо идти к народу И давать им эти заповеди Учить их И здесь говорят Поклоняется зверю Не паспорт берет А поклоняется зверю В первую очередь Умом принять его И он будет Видеть Ты притворно это делаешь Или не притворно Каждый раз Ты должен поклоняться И отдавать ему честь Как знамени полковому Поклоняется Какое еще толкование Надо Даже не знаю О чем толкует А вот сатана запрек Нагрузил Вот этими глупостями И сейчас Только об этом говорят Антихрист Антихрист Сами уже в Антихриста Превратились Наверное с кем общаешься Поведешься От того и наберешься Вы рассуждаете о Христе И о скором его пришествии Как он близок Как он нас любит И он предупредил Что будет Но в эти подробности Вот что считаем Христос Когда здесь был На земле Он нигде не говорил О печати Ни одного слова О тысячелетнем царстве Даже не упомянуто Нигде больше Его растолковали Святые отцы Тысячелетнее царство Это не определенное время Евангельской проповеди От Голгофы До пришествия Антихриста Вот тысячелетное царство Когда мы так будем понимать Как истолковались Святые отцы Вселенской церкви Между нами не будет Этого дробления Сегодня уже дробятся Это все время Такое будет Потому что Ну гордость Я сегодня посмотрел Как святые отцы Растолковывают На нашем форуме Это стоит Мой сайт Зайдите на него Он называется Кистине1.народ.ру Или в гугл Запустите Игнатий Лапкин Сайт или форум И на нашем форуме Зарядите Чип там Или глобализация Там море информации Все святые отцы Все И что говорит Патриарх Что Иосифов Все там По строчкам разобрано 1 Фессонникийцам 4.15 Ибо сие говорим вам Словом Господнем Что мы Живущие Оставшиеся До пришествия Господня Не предупредим умерших То есть Даже апостол Если понять Что он мы Включает самого себя А это так и понимает Святые отцы Они ожидали Пришествия Христа В первом веке Они ошиблись Немножко Всего лишь на 20 столетий Так что Не нам судить Когда придет антихрист Но судя по всему Ночь темна Очень темна Преступление Не счесть Ворует детей Вот это ужасное Творится на земле Чего только нет Этому придет конец Каждый грех Каждый выстрел Приближает Пришествие антихриста Когда правители скажут Вы хотите этого Не хотим Поэтому всех В одну линейку Всем в щип И дальше это пойдет И спорить об этом не надо А придет мы это увидим Но надо себя сокращать Вот святой Евстратий Когда его выкупил Там иудеи Он заботился только о себе Все умерли Он один Иудеи принуждают Принять его меры На это даже не смотрят Вот этому надо учиться У матери Маховейской Как она учила детей Не бойтесь принять смерть Я получу от вас От Бога вас такими же Все пальчики будут на месте Голова на месте Кожу которую сожгли Будет чистой Как у младенца Детям это говорите Приготавливайте К встрече Христа Но сказать Перед тем как Христос придет Будет битва на земле Мы воины Христа Но антихристу написано Дано Вести войну со святыми И победить Это конечно удивительно Единственная религия в мире То есть Книга которая говорит О собственном поражении Ну Доступно или недоступно Я сумел сказать Я этим живу И повторяю Печать антихриста Точно узнает только тот То есть не печать этого Начертания Которые живут правильно По заповедям Божьим Богу нашему славу Во веки веков Аминь Субтитры создавал DimaTorzok